В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерины Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Поймали автоворов, изъяли арсенал оружия, полицейские рассказали о происшествиях в новогодние праздники. Без права на ошибку юные самбисты со всего северо-запада приехали в Кандалакшу на рождественскую елку. С прибавлением или кривая рождаемости продолжает ползти вверх. В Кандалакшском ЗАГСе подвели итоги 2017 года. 9 января в эфире нашей программы мы рассказывали вам о том, что с 1 января 2018 года техническим обслуживанием наружного освещения в Кандалакше и Нивском занимается компания «Севзап Энергоремонт». Также мы сообщали вам и номер, по которому необходимо направлять жалобы и заявки на некачественную работу уличных фонарей. Однако, как выяснилось уже сегодня утром, бесплатный круглосуточный и многоканальный номер энергетической компании заблокирован. Подрядчик вынужден был в экстренном порядке вводить другой номер для обращений горожан. Вы видите его сейчас на своих экранах. Заявки и сообщения об отключении и неисправности уличных фонарей принимаются по номеру 8 921 171 71 12. Кандалакша в скором будущем может превратиться в город-невест вот уже несколько лет подряд. Девчонок в нашем городе рождается на добрую сотню больше, чем мальчишек. Тенденция сохранилась и в 2017-м. В кандалакшском отделе ЗАГС подвели итоги минувшего года. В минувшем году оформить свои отношения и сочетаться с законным браком решили 322 пары кандалакшан. Именно столько свидетельств о браке выдано отделам ЗАГС. Разводов гораздо меньше 220 семей в нашем районе развалились по разным причинам в прошлом году. Пугающей выглядит статистика смертности. В ушедшем году не стало 822 жителей района. Зато кривая рождаемости – повод для оптимизма. В 2017 году на юге Кольского полуострова на свет появилось 396 малышей. Из них 211 девчонок. Отметим, что выбирая имена для своих детей, кандалакшане стараются сильно не мудрить и отдают предпочтение самым распространенным. Максим, Кирилл, Михаил и Алексей для мальчиков. София, Анастасия, Ксения и Анна для девочек. Итоги подвели и в Кандалакшском отделе полиции. Правда, не года, а работы в праздничные дни. Длинные выходные, как уточнили стражи, порядка прошли в Кандалакше относительно спокойно. Из ряда вон выходящих ЧП в период с 1 по 9 января не зафиксировано и другими оперативными службами. Впрочем, все равно без дорожных аварий, преступлений и пожаров не обошлось. Зажигали в новогоднюю ночь кандалакшане, хоть и по-взрослому, но, к счастью, без серьезных последствий. Крупных пожаров на территории района зафиксировано не было, но без мелких происшествий все же не обошлось. Так, в Зеленоборском сгорела деревянная постройка, в Нивском – опора ЛЭП. В Кандалакше в новогоднюю ночь снова тушили заброшенный дом на Пролетарской. Из общей картины выбивается лишь один случай. 2 января 2018 года пожарная часть, по крайней мере, Нива-3 привлекалась. Поступило сообщение об угрозе взрыва по адресу Кандалашкое шоссе, дом 33. По данным правоохранительных органов, в квартире одного из кандалакшан был обнаружен целый склад оружия времен Великой Отечественной войны – патроны, гранаты, винтовки Мосина. По следующему показал, данный гражданин нашел все это в районе села Алакурти при проведении раскопок и хранил у себя дома. На место вызван сапер войсковой части, который при осмотре данных боеприпасов дал заключение, что самостоятельно они угрозы не представляют, только при воздействии определенных предметов, детонаторов, так как они отсутствуют. Горе-копателю и собирателю оружия теперь, очевидно, грозит уголовная ответственность. Угодить за решетку могут и два молодых человека, которые в праздничные дни промышляли тем, что вскрывали автомобили кандалакшан и забирали оттуда все самое ценное. Как впоследствии признались преступники, средства, вырученные от продажи краденого, они тратили на собственные нужды. Группа молодых людей сами проживают в городе Апатиты, совершили здесь ряд преступлений из припаркованных автомобилей. В настоящий момент люди задержаны, дают признательные показания, похищенные имущества тоже изымаются по мере проведения оперативно-радостных мероприятий. В настоящее время установлена их причастность по трем преступлениям. Оперативно-радостные мероприятия проводятся, так как имеется достаточное название, что они и ранее, до праздников, здесь совершали аналогичные преступления. Именно в части вскрывали припаркованные автомобили и похищали имущества, находящиеся в них. То есть видеорегистраторы, антирадары, ну и иные ценные вещи, которые находились в салоне автомобиля. Всего в праздничные дни кандалакшскими полицейскими зарегистрировано 9 преступлений. Административных правонарушений в несколько десятков раз больше. Самые распространенные это нарушения тишины и спокойствия, а также нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Имели место в праздничные дни дорожные аварии, к счастью, без погибших и пострадавших. По данным полиции, причиной большинства ДТП стали стыковки. Оно и понятно, в заваленном снегом городе трудно избежать происшествий. Жители Москвы и Петербурга о нем только мечтали. Кандалакшане же устали умиляться пышным шапком снега и богатым сугробом. Такое впечатление, что природа-мать решила вывалить на жителей Кольского полуострова годовой запас осадков. А снег тем временем не знал и падал. Не знал и падал, что дорожники просто не успевают и, похоже, уже выбились из сил, борясь со стихией. В результате Кандалакша уже почти месяц находится в снежном плену. Если центральные дороги хоть как-то очищают от снега, то по дворам и тротуарам просто не пройти. Особое беспокойство автолюбителей в праздничные дни вызывали сваленные вдоль обочин у перекрестков и пешеходных переходов огромные кучи снега. Это серьезная помеха как для движения и, что немаловажно, для обзора. Впрочем, сегодня специализированная служба уже приступила к вывозу снежных куч. Работы проводятся, как уточнили в Управлении городским хозяйством, в ночное время. Юные самбисты со всего северо-запада приехали в Кандалакшу на рождественскую елку. Так называется ежегодный турнир. Его организаторами по традиции выступают отдел по физической культуре и спорту и городская федерация борьбы самбо. Вот уже в седьмой раз Кандалакша стала площадкой проведения межрегионального турнира по самбо «Рождественская елка». Как и прежде, состязание растянулось на два дня и практически для всех, кто выходил на ковер, это не первое и даже не второе в их карьере выступление. Это не отбор на турниры по статусни, но возможность отточить свой опыт и технику, отметить Новый год в дружной и спортивной семье. Практический праздник, то есть приезжаем всегда с удовольствием, хотя это и на новогодних, сразу после новогодних праздников бывает тяжело раскачаться. Но вот последние годы мы постоянно из-за этого турнира выходим сразу же после Нового года на тренировки и готовимся. Для детей силы сюда никого не гоняют. Объявляем перед Новым годом, что кто хочет ехать, значит приходят на тренировки. Ну, 20-30 человек всегда в зале после Нового года. С каждым годом турнир «Рождественская елка» привлекает все больше спортсменов. Расширяется и география городов-участников. В этом году помериться силами в Кандалакшу приехали 130 юных самбистов из Череповца, Рязани, Псковской области и практически всех городов Мурманской области. Как отмечают судьи, уровень организации турнира повышается год от года. И прежде всего это, конечно же, заслуга тех, для кого самбо не просто вид спорта, а неотъемлемая часть жизни. В Кандалаши очень хорошие спортсмены. Один из сильнейших спортсменов северо-запада. Они постоянно в командном соревновании занимают первое, второе, третье место. Но у вас хорошие тренеры. Я вам скажу, что, честно сказать, они прямо даже некоторые регионы завидуют даже, что у вас как они хорошо относятся друг к другу, как относятся они к детям хорошо. Поэтому, я думаю, должны еще у вас быть очень хорошо. Два дня напряженной борьбы завершились торжественной церемонией награждения. При этом судейской коллегии, помимо победителей и призеров, были особо отмечены два спортсмена. Приз в специальной номинации «Лучшая техника» вручили Данилу Семину. Номинация «За волю к победе» присуждена Егору Бабий. На этом наша программа подошла к завершению. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ «Кандалакша». Всего вам доброго и до встречи.